Дума 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 Не было такого цинизма и маразма, который сегодня растекся по всей стране и особенно проявился на последних местных выборах. Особенно это ярко было в Мариэл, в Амурской области, в Нижегородской и Ростовской. Сегодня на Думе официально будем обсуждать и ситуацию, которая там сложилась. Мы требуем, чтобы был пересчет голосов в Мариэл и Амурской области. Мариэл хочу вам напомнить, на Думу и досрочно проголосовали 21% избирателей, плюс 2% бюллетеней испортили. Итого 23%, которые приписал по всей видимости глава себе, 49% отнимите, 23%. Вот реальная цена этого главы, который хочет снова незаконно залезть в кресло. Похожие ситуации в Амурской области и мы здесь поддерживаем инициативу ЛДПР проверить, создать комиссию и сегодня активно будем это поддерживать на заседании Государственной Думы. Вчера против этого варианта не возражал фактически ни Миронов, ни Неверов. Думаю, они будут последованы сегодня и на данном заседании. Мы подготовили программу из 10 конкретных пунктов, как выйти из тяжелого кризиса. Рецепт прост, но крайне сложный для выполнения. Это развитие. Прежде всего, финансовой политике нужна серьезная корректировка. 9,6 триллиона рублей бюджетных средств, как правило, лежат в чужих банках, в тех странах, которые нам объявили санкции, по сути дела, экономическую войну. Если принять наш закон о прогрессивном налоге для самых богатых, еще в 4-5 триллионов. Итого 15 триллионов, еще один дополнительно бюджет. Если отсюда взять 5 триллионов и вложить их в развитие производства села и подготовку кадров, уверяю вас, ситуация на глазах начнет меняться. Если огромные деньги вложить в реальные стройки под ответственность губернатора и конкретного заказчика и спрашивать каждый квартал, вы увидите, как страна будет энергично обустраиваться. Мы считаем, надо немедленно отменять ЕГЭ, которые превращаются в страну в неврастеников, а не талантливых детей, которые способны решать задачи 21 века. Удваивать средства на медицину, которые оставили без денег. Там есть грамотные руководители, но они сидят без денег. Медицину обкарнали по самую ручку. Медицина должна быть доступна для каждого гражданина. Мы считаем, что надо немедленно приостановить закон о капитальном ремонте. Зваливать капитальный ремонт на плечи людей, особенно пожилых, это не просто цинично, это абсолютно бессовестно. Мы предложили закон, по которому 85% должно вносить капремонт государства и 15% гражданин. Эту пропорцию можно смотреть. Для ЖКХ тоже надо ввести норматив не более 10% семейного бюджета. Говорят, не надо регулировать цены, но цены на коммуналку сдувают последовательно каждый год те же самые либералы, которые сидят в правительстве и которые против регулирования цен на товары первой необходимости. Мы считаем, что надо принимать закон о торговле, он тогда не позволит сдувать баснословно цены, а цены взлетели за последние 7 месяцев на основные группы продовольствия от 20 до 50%. Исключительно важный налог на землю. Человек живет в доме, оказывается, под домом не его земля. Там три поколения жило его родственник. Оказывается, в стране, в которой заросло бурьянов 41 миллион гектаров, не хватает земли. И тот, кто имел 6-8 соток, вдруг вместо тысячи налогов притащили почти 15. Это еще одна абсолютно бессовестная акция правительства, которая должна быть немедленно отменена. Хотите развивать страну? Пожалуйста, на Дальнем Востоке, кто будет обрабатывать гектары, а в Центральной России и других регионах по полгектара по 30 соток году удовлетворит. Но земля должна быть обработана, а не гулять и не зарастать бурьяном. Мы считаем, что очень важно в этих условиях и политической стабильности. Снова гонят волну, готовятся к столетию Солженицына, катят на страну красное колесо. Но хочу вам напомнить, что до столетия Солженицына будет столетие февральской революции. Тогда буржуазия либеральная совершила переворот, арестовала царя вместе с семьей незаконно. Из всех членов правительства только министр железнодорожного транспорта не был масоном. Это для исторической справки. И они довели до инфаркта и для распада империи. Большевики спасли ее. И будет столетие еще и Октябрьской революции, столетие Гражданской войны, столетие Ленинского комсомола. Поэтому мы предложим своего рода пакт Монклоа о договоренностях, которые позволили бы достойно встречать эти даты, подготовить выступку, посвященную Великой Советской эпохе, и двигаться вперед, а не все время топтаться в 1937 году. Ну и для исторической справки еще напомню, что в 1937 году были не только репрессии. В 1937 году сдали 3016 предприятий, и в 1941 году у страны был лучший и самый молодой станочный парк в мире. Не случайно мы победили в мае 1945. Так что есть что взять из Великой Советской эпохи, из нынешнего передового опыта. Поэтому заседания, думаю, на мой взгляд, в этом полугодии должны быть предельно содержательны. Иначе в следующий год мы будем встречать чрезвычайные обстановки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok